Всем привет! Меня зовут Владимир. Моя фамилия по-прежнему Адаев. Это очередной обзор от компании Пуэлл. Сегодня мы находимся на пиратской пивоварне у ребят из Йохо-Хо. Мы посмотрим их линию розвива и поговорим о пивной отрасли в целом. Погнали! Будет интересно! Привет! Вова, компания Пуэлл. Андрей, я Фуко. Андрей, расскажи, пожалуйста, как давно вы варитесь на Новосибирске? Мы открыли завод в 2016 году. Соответственно, в 5 лет уже существует пивоварня. А где на сегодняшний день можно встретить ваши продукты? Ну, в первую очередь, это в наших собственных заведениях. У нас, получается, два бара-магазина. Один топ-рум в центре города и еще магазинчик в пригороде Новосибирске. Конечно, у наших партнеров мы поставляем свою продукцию. Кому-то мы поставляем эксклюзивные сорта, то есть для каких-то заведений производим. Кому-то ставим свои новинки и регулярные сорта. Скажи, пожалуйста, что делает пиво по-настоящему вкусным? Баланс. Главное, в пиве, на мой взгляд, это баланс. То есть, чего бы это ни касалось, вкусовых каких-то качеств, плотности, крепости и всего остального, ароматики, тут главное, чтобы было пиво сбалансировано. И с опытом приходит понимание, что все-таки пиво должно быть питким. Это должен быть напиток, который можно выпить в достаточно большое количество. У каждого стоит вкусное предпочтение, но надо понимать, что пиво – это в первую очередь массовый продукт. Ты должен угадать ожидания как можно большего круга лиц. И тут гидкость, она как раз играет в первостепенную роль. Хотелось бы поговорить, мы недавно были уже у вас на днях и снимали линию розового, которую мы сейчас как раз покажем в кадре. Скажи. Скажи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажи, пожалуйста, на что вы основывались при выборе этой линии для срока предприятия? Мы начали развивать пиво в алюминиевую банку чуть больше двух лет назад. Это происходило сначала в ручном режиме, используя специальное оборудование, но все равно было много ручного труда. И назрел вопрос как-то автоматизировать этот процесс и повысить качество продукции именно банка. Потому что ручной процесс обнапладывает свои определенные нюансы на это дело. И выбирая линию розового мы, как предприятие небольшое и развивающееся за счет собственных средств, естественно, в первую очередь мы ориентировались на цену. Это ключевой момент стоимость. Ну и уже от определенного бюджета, конечно, мы сравнивали несколько вариантов, хотя, скажем так, особо вариантов не было. То есть, в итоге, выбор на котором мы остановились, он был единственный из возможных, учитывая производительность, стоимость, ну, главный фактор. Какая качество исполнения. Для нас решающий фактор была цена. То есть, если бы мы за эту цену смогли, если бы нам нужно было больше производительности, но это стоило бы дороже, наверное, все-таки мы бы было бы меньше производительности. Потому что у нас бюджет достаточно ограничен. У нашей пиварни нет крупных инвесторов, у нас нет, скажем, какой-то такой финансовой крыши, поэтому мы пытаемся все расходы оптимизировать и тратить деньги рационально. А какая производительность сейчас? Заявленная номинальная производительность 700 банок в час, 0,5, ну, по факту, получается немного меньше, потому что у нас не полный цикл розлива. То есть, у нас основной узел, у нас нет деполитайзера, у нас нет стола для приемки уже готовых банок. То есть, у нас такая минимальная комплектация. Вот поэтому в процессе получается пауза определенная, которая сокращает эти 700 банок в час до 500 примерно. все равно для нас достаточно производительность. Больше нам и, я думаю, в ближайшие год-два точно не потребуется. А есть ли на сегодняшний день какие-нибудь интересные компоненты, которые вы используете в производстве пива? Такие, как, например, я вот не знаю, может, реклама-реклама, я видел, там, на пол шишки, там, где-то, на плянные всякие листочки или еще что-то. Ну, что-то такое. Что вы используете? Ну, стараемся не использовать незаконные компоненты в пиве. Но из самых необычных, наверное, это цедра цитрусовых. То есть, мы используем цедру апельсина, цедру лайма для определенных сортов. Ряд специй используем для ряда наших сортов. Ну, и каких-то, конечно, периодически приходится использовать фруктовые добавки. Ну, обычно это они задаются в виде соков или пюре. Ну, иногда для темных сортов используются кондитерские добавки, такие, как кокосовая стружка, банин, шоколад, какао-бабу, копейные зерна. Вот, наверное, основной перечень таких добавок, которые мы когда-то использовали. Ну, неплохое стендерство. Если добавить пиво, глютамат, будет ли оно вкуснее? Если честно, я несколько раз задавался этим вопросом, но на практике мне так и не удалось попробовать. Нет, не было ошибки. Нет, не экспериментировали. По настоящий день мы не использовали ароматизаторы. То есть, не ароматизаторы, там, какие-то вкусовые добавки именно в каком-то эссенции, в какой-то экстракте. Вот, все, что мы используем, это непосредственно продукты, которые обладают этими свойствами. То есть, если мы добавляем цедру, то есть, мы покупаем фрукты, чистим цедру, сначала, высушиваем ее. тут я немного укорлю, допустим, в случае с лаймом мы так и делаем. Мы покупаем лайм, чистим цедру, сушим, и потом уже добавляем высушенную цедру в продукт. В случае с апельсином мы покупаем уже готовую корку сушеную по двум причинам. Во-первых, если покупать апельсин, там слишком большой расход самого продукта, то есть, эффективность. Да, много отходов. То есть, мы просто фрукты выбрасываем, по сути, не используем. во-вторых, уже готовая цедра апельсина, она дает несколько иной профиль в пиво, добавляет, который нам в целом нас устраивает, нам подходит. То есть, он больше не свежий апельсин, а такой, немного подляли и послушный, как ближний цикад. Люди постоянно говорят, что пиво делают из порошка. Ты слышал, что это? Порошковое пиво, бутылочное. Нет, это один из самых распространенных мифов, на самом деле, имеют под собой определенное основание. То есть, на заре микропивоварения в России это самое пиво из порошка, оно было. То есть, это были небольшие пивоварни, которые делали пиво из концентрата пивных. То есть, концентрат пивного сусла, он может быть как в жидком виде, так и сухом. И, может быть, под пивным порошком имеется в виду именно концентрат сухой, концентрат пивного сусла. То есть, который действительно, если ты разбавишь водой, ты получишь пивное сусло, но качество будет не сравнимо с суслом, полученным из сволода. Но, в целом, это тоже можно назвать пивом. Но, другой вопрос, что никто с тех пор не делает такое пиво, потому что это дорого. Сам концентрат, это дорогой продукт, который используется домашними пивоварами и использовать на промышленном производстве, это просто неориентабельно. Потому что, чтобы получить концентрат явного сусла, тебе нужно затереть соло точно так же на крупном производстве, сделать обычное сусло, выпарить лишнюю влагу, либо вообще ее убрать, если это речь. Но это мы и говорим о натуральном каком-то порошке, который может быть перетерт. Ну да, а какого-то... А слухи ходят, что вот прям как вот звука-юпи, знаешь, там разводят в бочках и потом разливают как пиво. Ну нет, конечно, такого нет. Ну потому что, видишь, глядя на витрины в магазинах, сейчас нужно увидеть пиво там от 29 рублей, от 28 рублей, уже в купилке. Оно делается из какого-то процессаун. Ты не сможешь делать из какого-то концентрата дешёвых продуктов. Ну то есть, смело можно сказать, что это пиво натуральное в магазине? Конечно, конечно. Оно может быть невкусным, но о том, что оно натуральное или нет, я думаю, спорить не стоит. Чтобы удешевить продукт, добавляют насоложённое сырьё. То есть это пшеница и чмель насоложённый вместо солого. Это действительно удешевляет, но и негативно сказывается на вкусе. Но какие-то порошки или там что-то ещё, ну это, конечно, всё ерунда. Вы варите на сегодняшний день безалкогольные пироги? У нас был опыт. Пока что мы не придумали, как это развить дальше, но опыт произвёлся безалкогольной пироги был. Вы как-то разделяете целевую аудиторию любителей безалкогольного? Целевую аудиторию не разделяем, просто по своим заведениям мы видим, что есть запрос на безалкогольную продукцию, который можно удовлетворять за счёт сторонней продукции, а можно попытаться сделать самим. Мы попытались, в целом получилось, но у нас есть ряд технологических ограничений на своём производстве, которые не позволяют нам в полной степени развивать это направление. А есть ли вообще понимание или видение, как примерно развивать ну вот именно направление безалкогольного пива? Какие рычаги и какие используются? с безалкогольным пивом достаточно по сравнению с обычной алкогольной продукцией способов продвижения много, то есть можно использовать практически любую рекламу без ограничений, если бюджеты позволяют. Можно сотрудничать с различными спортивными учреждениями, с фитнес-клубами, со спортивными клубами. Ну, все любители как раз. Да, да, да. Все сторонники ЗОЖа это всё поддерживают. Ну, а в целом стандартные каналы подвижения в соцсети. Из опыта, так правило, все сторонники ЗОЖа, бывшие прям активисты не ЗОЖа, поэтому какое-то напоминание с безалкогольным пивом. Главное, что подкат не случился. Ну, да, да, да. Как вообще видишь свой бизнес лет через пять? Это в условиях наших законодательных реалий это достаточно большой срок, потому что у нас в отрасли много ограничений, постоянно обводятся новые, предыдущие ограничения, они затягиваются ещё сильнее, и в этом плане сложно что-то прогнозировать. И плюс ко всему добавились какие-то пандемийные ограничения, те же QR-коды в корике, которые по сути этот канал сбыта в несколько раз урезали. Вот, поэтому сейчас главная задача пережить как раз этот кризисный момент, когда сложились целый ряд негативных факторов, пандемийные планировать. Конечно, хотелось бы какого-то роста и развития, но за счёт чего этого достигать, пока ещё вопрос открыт для нас. То есть ты вообще хочешь сказать, что на сегодня отрасль или рынок в целом разъемного пива испытывает какие-то трудности? Конечно, конечно. Чувствуется как разъемного пива, и посылочного. То есть тут даже дело не в стагнации, а в том, что вводятся всё новые и новые ограничения законодательные, плюс в косину накладываются административные ограничения, ну, в связи в пандемии, плюс падение доходов населения тоже, так как у нас... Ну, я думаю, ты согласно важности для себя вот этих вот пунктов сейчас и говоришь. Конечно, конечно, конечно. То есть покупательская способность она у тебя на третьем месте ты оцениваешь? Ну, да, потому что всё-таки в первую очередь и с этим согласится наверное любой пивар в нашей стране, госрегулирование это самая большая ну, не проблема, а самое большое препятствие для пиварьной отрасли в России. И, ну, с этим, к сожалению, ничего не поделаешь, приходится подстраиваться и как-то соответствовать всем тем требованиям, которые нам предъявляются. Вот поэтому тут такая немножко печальная история. Ну, а если всё это отбросить, вот представим твой идеальный день через пять лет. как ты видишь вот свои предприятия? Ну, мне хотелось бы, чтобы я как можно меньше им занимался. Ну, то есть, делегируем? Да, чтобы это всё было не то, чтобы автоматизировано, чтобы процессы были налажены настолько, чтобы посвящать уже своё время не каким-то рутинным задачам и решению возникающих проблем, в том числе с законодательной сферы, а посвящать ну, в каком-то именно либо творческому развитию в данной отрасли, либо строить какие-то планы по продвижению приводится на ребёнку. я думаю, значит, у тебя сейчас очень такое приятное, счастливое время, когда ты можешь куда-то о чём-то подумать и есть куда пойти. Ну, то есть, если ты уже пришёл, может быть, уже и мечтать было бы нячем. Поэтому все эти условия только, думаю, наруху тебе и всем людям, которые пользуются вашей продукцией. И дай бог вам здоровья, сил, очень вкусное пиво. Рад был знаком. Спасибо. Очень приятно. Счастливо. Всё, снят! Счастливо.